Как бы себя как художницу и вообще вот эту художническую позицию, ты ее в каких координатах определяешь? Таких экзистенциальных, да, таких вот, в том числе, то есть я делаю, потому что я должна делать и, или еще и в политических каких-то координатах, да? Я не чувствую как бы между ними, наверное, диссонанса, то есть я не очень разделяю такое разделение на личное и политическое, я не очень, на самом деле, наверное, могу сформулировать, где вот проходит эта грань, как-то, наверное, для меня важны какие-то такие, да, экзистенциальные импульсы, но, в общем, в итоге, говорить о том, что то, что там я делаю в итоге, это не политическое искусство, это было бы смешно. Но вот ты сопрягаешь свою как бы идентичность художницы, да, то есть, может быть, я художница с какой-либо еще политической, например, я левая художница, феминистская художница, я не знаю, как ты так готова еще? Мне кажется, что, как ты говоришь, я левая художница, я феминистская художница, это как бы какие-то очень большие абстракции, мне абсолютно непонятно, что именно ты этим хочешь сказать, потому что, ну, может быть, ты там отделяешь сразу себя там от националистов там и там каких-то патриархально настроенных людей, но, в принципе, ничего больше ты этим как бы не говоришь. То есть, мне кажется, что сейчас основные какие-то вот все-таки направления и левой мысли, и разных течений феминистской мысли, они скорее в том, чтобы конкретизировать, что именно, где и когда, и в каких условиях, и при каких обстоятельствах, и для кого это может значить. Вот, что, наверное, просто говорить, что это, там, феминизм, это, то есть, в нем столько течения, направлений и так далее, что, собственно, ты очень мало чего, что говоришь этим. То есть, как тебе, как бы, заявить себя, как художницу, в принципе, как бы достаточно для того, чтобы вот скрыть, или как бы, как бы, заявить о себе как о субъекте, вот, политическом, без того, чтобы вот как-то соотнестись с какой-то вот такой же специфированной политической повесткой. Ну, мне кажется, что это тоже, скорее, вот, сейчас, наверное, работа и политиков, и художников, она, может быть, немножко сходна в том, что, ну, если там не говорить, да, каких-то там правых политиков, или политиков, которые имеют, там, сейчас какую-то реальную власть и завязанную на экономике, говорить о каких-то, вот, там, о какой-то оппозиции, то, скорее, их, все-таки, функция, я вижу, в том, чтобы, ну, тоже обращаться к какому-то пока не оформившемуся обществу и, все-таки, выдвигать какую-то новую повестку, которая тоже еще не сформулирована, там, по крайней мере, для России. Понятное дело, что, там, какая-нибудь, там, старая коммунистическая партия, там, Дзюганов, это полный абсурд, это смешно, и, как бы, говорить, что ты левый в таком смысле, это было бы довольно-таки абсурдно, вот, и, ну, собственно, мне кажется, что вот в этом сейчас самый большой вопрос, чтобы понять, что на самом деле это значит. Ты, как бы, соотносишь все-таки, допустим, свое, 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 проект, агентство утопических новостей, вот, если-то, с той же задачей, да, с неким обращением к тому сообществу, которого нет, да, с попыткой сконструировать такую ситуацию, которой нету, которая должна быть. Я бы не стала говорить про то, что, как бы, она должна быть, это, скорее, такое сослагательное наклонение, это новости, какими они могли бы быть, скорее, я просто пытаюсь предложить какую-то альтернативу возможную, как бы, одну из возможностей, может, это, пусть это звучит, там, в этом магазине, там, очень, там, неолиберально и так далее, но, на самом деле, тут это так, потому, что я тоже, как человек, там, который не разбирается в экономике, который сидит, там, просто за компьютером и что-то придумывает, там, не, как бы, то есть, это не укорено в какой-то, вот, там, такой материально-экономической, например, реальности, я не уверена, что я имею вот полное право говорить, что так должно быть, вот, и вот, как бы, я немножко боюсь брать на себя такую ответственность, скорее, это, как бы, похоже, может быть, на, там, каких-то, там, ренессансных художников, которые сидели, там, рисовали эскизы идеальных городов, там, что-то после этого, на самом деле, взяли и построили, там, не знаю, хорошо это было или плохо, но, как бы, что-то нет, вот, но, скорее, это, вот, такой, такое сослагательное наклонение, все-таки, вот, мне кажется, что это, наверное, было бы лучше, чем то, что происходит сейчас, но, тем не менее, это, все-таки, такая, как бы, такой, очень, такой бумажный жанр, бумажного проектирования, и, понятное дело, что, вот, для того, чтобы, действительно, воплощать это или настаивать, что должно быть вот именно так, а не как-то иначе, это должно проходить какую-то более серьезную проверку, и, там, что, что над этим должны работать, как-то и думать, какие-то очень серьезные специалисты из разных областей, что тут недостаточно такой фантазии художника, какой-то, вот, скажем, художник может позволить себе, а политика, вот, уже, наверное, нет. Утопия, да, вообще, воображение, да, как некая практика в искусстве, да, оно оказалось довольно сильно маргинализированной, если, ну, не сказать, там, бурованно, знаешь, там, вот, у Бурио есть такая мысль, да, о том, что, там, нам уже больше не нужны никакие утопии, да, нам нужна там районная утопия, микроутопия, там, для района, да, ну, понятно, что это все, как бы, соотносится, там, с постмодерном и так далее, с крахом, с концом всяческих больших нарративов, но, так или иначе, вот, ты, как бы, когда ты обращалась, вообще, к этому жанру утопии, допустим, это были утопические новости, да, пусть, скажем так, это все довольно реалистично, по сути, да, не знаю, фантастика ближнего, там, не знаю, чего-то, прицела, да, то есть, но в то же время, это, как бы, некое конструирование, да, некая работа воображения, некая все-таки, все-таки претензия на иной сценарий, да, на некий, как бы, иной нарратив. Один из первых выпусков, связанных с миграцией, с преподаванием других, там, языков, там, Средней Азии, там, в российских школах, да, выпуском статысячными тиражами, там, литературы Средней Азии, все-таки это, в этом есть некая претензия на, не только на то, чтобы другой, другими были новости, новости, другой была ситуация, да, все-таки еще и претензии на переосмысление некого, вообще, ценностного, да, ценностного фундамента, на котором строится, там, сегодняшняя, да, как бы, российская, там, национальная политика, да, ксенофобская, да, то есть, это же не только некая ситуация, но это еще и некий идеологический, ценностный, как бы, фундамент, положенный в основу, да, того, что происходит сегодня, и, соответственно, чтобы ситуация была другой, должен быть пересмотрен этот фундамент, да, и в этом есть, как бы, некое такое дерзновение, которое на территории, скажем так, современного искусства, да, ну, вот, еще, может быть, пять лет назад, да, в принципе, наверное, было бы как-то, вот, да, я поняла твой вопрос, ну, я могу вообще сказать, что, как бы, то есть, мое такое, у меня не было полноценного обучения, как художник, потому что этого в России, в принципе, нет, но я могу вот назвать такую, как бы, свою очень хорошую подругу и такого преподавателя, Эмили Ньюман, которая как-то на меня имела большое влияние, и, собственно, вот, она преподавала в Питере, в Смольном институте свободных наук и искусств несколько лет, и я подходила к ней на ее занятия, она пыталась там сделать в какой-то момент вот, такую школу художников, но, в общем, это не очень получилось, к сожалению, там, всего разных причин, но она училась у Майкла Ашера, это такой, ну, такой известный концептуалист американский, вот, и, собственно, она, как бы, вот, преподавала, да, то есть, такую, как бы, теорию, как, как бы, основой был такой проект, в общем, современного критического искусства, который, такое, самое рефлексивное искусство, в котором, действительно, вот, с точки зрения которого утопия кажется чем-то смешным, невозможным, таким, манипулятивным, и мне, на самом деле, очень близок этот проект критического такого вот искусства, в котором, в самом произведении, в котором обязательно должен быть заложен какой-то механизм саморефлексии и самообъяснения... и деконструкции, да, и, на самом деле, я пытаюсь это использовать, но вот в какой-то момент я поняла, что в России есть такой очень большой, все-таки, кризис воображения, кризис какого-то такого вот конструктивного мышления, ну, то есть, это еще было очень, как бы, стало совсем очевидным во время массовых протестов, которые не смогли выдвинуть, вот, совершенно никаких предложений, кроме, там, кроме протеста, и, по идее, я, как бы, пытаюсь совместить две этих несовместимых вещи, то есть, с одной стороны, такой, ну, в общем, как бы, такой ренессансный, утопический проект, когда художник, там, что-то придумывает какие-то несуществующие города, да, с другой стороны, ну, это не совсем авангардный все-таки проект, потому что авангардный проект, он стремится все-таки к тому, чтобы раствориться в жизни и, как бы, не оставить от себя ничего, как бы, слиться совсем с жизнью, а все-таки проект такой утопический, он имеет какой-то эскиз, который совсем не факт, что должен вообще воплотиться или, как бы, что он должен воплотиться именно так, как он нарисован, и, как правило, когда он воплощается вот конкретно вот так, как он описан, то получается не утопия, а антиутопия, вот, но мне кажется, что, может быть, вот совмещение этих двух вещей, они возможны, если использовать как механизм, с одной стороны, вот, какой-то элемент иронии, такой юмора, с другой стороны, если вот оставлять какие-то такие швы, где ты просто показываешь из чего, как и зачем ты выстраиваешь эту всю конструкцию и как легко ты можешь ее разобрать обратно и, в общем, оставить читателя, там, или зрителя не в иллюзии в какой-то, а вот перед фактом реальности. Про кризис воображения могу сказать, что это не только, наверное, российская проблема, да, это кризис воображения, наверное, это проблема, как бы, общая, мировая, да, потому что Occupy Wall Street, например, да, как бы, там тоже, как бы, был вот этот момент кризиса, да, когда, когда стоял такой вопрос, что либо нужно выврегать какие-то требования, либо же нужно оставаться вот в этой ситуации перманентного, как бы, оккупирования без каких-то требований, да, и вопрос, как раз-таки отсутствия конструктивного, вернее, ну, и даже языка, на котором что-то можно было бы в какую-то программу позитивную, да, сконструировать, он, как бы, ну, он объективно существует, да, он стоит перед всеми, как бы, левоориентированными, демократически ориентированными, антикапиталистически настроенными, как бы, людьми, да, в искусстве, там, в академии и так далее. Для нас, как бы, вот слово аффирмация, да, это аффирмативное какое-то действие не является каким-то таким вот табуированным, или таким вот чем-то, чего нужно бояться, или, как бы, что это как-то вот вступает, что это как бы не комильфо для критически настроенного искусства, да, как-то вот что-то утверждать, хотя на самом деле вот просто, да, как бы вот сконструировано своего утверждения, да, то, что называется «остранение», да, это довольно проработанная, да, брехтом, как бы мысль, ну, вот ты, как бы, да, Шкловский, вообще, русская формальная школа. Вот мне это странно показалось, что какие-то вещи, которые делает штаб, тебе показались как раз-таки вот в этом смысле не критичными, хотя, вот, собственно, для нас как раз-таки вот критика, которая заложена в форме, да, например, там, анимация, то есть сам медиум анимации уже содержит в себе большой остраняющий, как бы, заряд, да? Нет, конечно. Нет, это как раз-таки не, скорее, не, там, критика штаба или, там, то есть даже это вообще, наверное, не критика аффирмативного такого языка, потому что я даже, в общем, вполне понимаю его легитимность в каких-то конкретных случаях и ситуациях, но это, скорее, наверное, какой-то, даже, может быть, в какой-то мере такой эстетический выбор, потому что, ну, это, как бы, скорее, такой вот тоже диспозиция художник-зритель и, как бы, какой-то тон, который ты выбираешь для разговора со зрителем, вот, и мне всегда, как-то, хочется надеяться, что зритель это не тот, кому надо просто, как бы, сделать какое-то такое аффирмативное заявление, хотя я понимаю, что я, наверное, может быть, пребываю в какой-то большой узи, по-моему, часто, но, как бы, я, в идеале я представляю такого зрителя, который, которому не надо делать аффирмативное заявление, которое, как бы, с которым можно, такой, вести более сложный диалог, вот, и мне, как бы, приятнее представлять себе его таким. Ну, ты знаешь, я, на самом деле, довольно много об этом, как бы, думаю, мне кажется, что очень часто то, что мы полагаем сложностью и демократичностью, да, на самом деле таковыми не являются, а как раз-таки являются объективирующими и, как бы, манипулятивными моментами. Ну, когда мы, как бы, предполагаем, что мы со зрителем, что мы, как бы, должны давать некое пространство для зрителя, для интерпретации зрителя, да, то есть некое представление, там, об открытости произведения, да, но в этом же, как бы, тоже заложена самая большая манипуляция, да, то есть это, как бы, это преподносится как некая смерть субъекта, смерть автора, да, потому что вот зритель что-то может на него доделать. Но исключается сам тот момент, что субъектом, который оставляет это открытое пространство, является сам автор, который в этот момент уходит в какую-то, как бы, метапозицию, когда он наблюдает за своим произведением и вот за этим открытым пространством, в которое входит зритель, да. Все-таки говорю немножко не об этом, не о ситуации какой-то такой психологической манипуляции, а скорее о том, что я часто тоже начинаю произведение из незнания того, как надо и как правильно, и у меня тоже нету этого такой вот четкой уверенности в том, что я знаю вот как надо, и скорее я задаюсь каким-то вопросом, и вместе со зрителем хочу, точнее, хочу, чтобы зритель реконструировал мой процесс, как бы, вот... Это тоже несправедливо, потому что у зрителя никогда не будет возможности реконструировать его в той же степени, в какой он был у тебя во временной, как бы, в смысле ресурсов и так далее, да, то есть в этом тоже, я не хочу сказать, что у тебя есть это лукавство, да, но я хочу сказать, что в этой позиции, да, вот такого вот типа демократизма, в нем всегда есть некое лукавство, потому что художник, в данном случае, как бы, привилегированный субъект, у тебя, как бы, было санкционированное время на то, чтобы с этой ситуацией разбираться, да, у тебя было, там, плачено грантом, или, не знаю, институцией, или просто твоим собственным выбором того, что ты художница или художник, да, и ты, как бы, проходишь этот, как бы, момент, ты, как бы, там, тратишь время на чтение, на какую-то рефлексию, да, когда у зрителей, в нем, в случае, не будет тех же самых ресурсов. Ну, ты знаешь, как бы, когда ты, например, смотришь какой-то фильм, там, потом пересказываешь это своему другу, ты, конечно, тоже можешь, там, сказать, что, ну, типа, черт, вот, конечно, это не тот опыт, но, с другой стороны, твой друг может пойти, как бы, и сам посмотреть это кино, и точно так же, там, не знаю, там, сыграв эту нашу игру, человек, в общем, может тоже сам задаться целью, прочитать все то же самое, что, там, прочитали мы, там, как-то посмотреть внимательнее на то, что его окружает. Ну, я просто, как бы, говорю немножко о другом, я говорю, что, как бы, то, что очень часто полагается таким, вот, в принципе, даже, аффирматильным, как бы, жестом, он абсолютно не исключает, как бы, ни критику, ни самокритику, да, он, как мне кажется, как бы, ее даже в большей степени включает, потому что, когда ты сегодня, вот, вот, в наших условиях, да, в условиях, как бы, постидеологии, в условиях политкорректности, в условиях, как бы, плюрализма, там, множественности и так далее, когда ты, как бы, определяешься своей какой-то позицией, очень четкой, очень ясной, да, ты ставишь, ты занимаешься, на самом деле, очень уязвимым, поставишься в очень уязвимое положение, ты, как раз-таки, раскрываешься перед зрителем, и ты, в этом смысле, ты, как бы, приглашаешь своего зрителя к равному, к разговору. Мне кажется, что сложность-то, она не всегда псевдо, то есть, и мне, скорее, как бы, мне, конечно, интересно тоже люди, которые уже пришли к какой-то позиции, и то, как они ее артикулируют, но еще интереснее то, как они пришли к этой позиции, и, скорее, вот, мне кажется, очень важным не только, вот, артикулируют себя, как, не знаю, на политической, экономической, там, и так далее, карте, но еще и объяснить, почему именно вот эту нишу ты решил занять, и вот этот, вот, как бы, процесс, он очень часто выпадает, то есть, например, вот, там, при всем моем интересе и любви, там, например, к советскому авангардному искусству, и к советскому, там, агитационному искусству, которое часто было совершенно прекрасным, мне кажется, что его провал, провал вообще советского проекта, возможно, связан именно с этим, именно в том, что он был таким вот жестко аффирмативным, не имея в самом себе объяснения, то есть, как бы, вот, в самом способе искусства, которое, как бы, должно было нести равенство, не было заложено механизма равенства на уровне восприятия. Это может быть относительно спорным вопросом, да, потому что, во всяком случае, что касается, там, раннего советского искусства, да, то там была просто какая-то колоссальнейшая дискуссия, да? Да, внутри, да, ну, как, на каких-то, там, все эти группировки, они имели свои журналы, да, как бы, все друг друга критиковали. Да, но когда это был агитационный поезд, он ехал уже агитационным поездом. Этика самодемистификации, да, как бы, художественного труда, и вообще, как бы, себя, да, то есть, полное раскрытие, какая-то, ну, там, полная прозрачность, и, ну, об этом, мне кажется, очень хорошо сказал, как-то, Емин, да, в тексте автор, как производитель, если писатель не учит других писателей, значит, он не учит никого, да, то есть, создание произведения или создание работы таким образом, чтобы ее можно было воспроизвести, а для того, чтобы что-то воспроизвести, нужно очень четко представлять и понимать, как это сделано, да, об этом не должно быть никакого секрета, да, не должно быть никакого ноу-хау, да, который, вот, закрыт, там, или оберегается каким-то, там, авторским правом, да, или тут какая-то, вот, щепотка, там, какого-нибудь перчика, который, вот, меняет весь вкус блюда, да, о котором ты никому не рассказываешь, да, то есть, да, построить работу таким образом, чтобы она была абсолютно понятна, абсолютно воспроизводима, как бы, имела, чтобы не иметь возможности для ее усовершенствования, изменения и так далее, то есть, ну, да, я думаю, что, вот, мое представление о том, каким может быть искусство, пусть оно будет афирматично, политически эксплицировано, да, ну, вот, таким, но это, как бы, есть, собственно, для меня представление об идеологическом искусстве, идеологически ангажированном, потому что пост-идеологическое искусство, да, это то искусство, которое, как раз-таки, своих швов не является, оно, собственно, как бы, манипулятивное, оно может быть и не аффирмативным совсем, то есть, оно вообще не аффирмативное, а, как бы, идеологическое искусство, это искусство, которое находится в исключительно, как бы, ну, это уязвимое, позиция, потому что ты как бы весь, собственно, из всех швов и состоишь, и ты как бы все их, собственно, и сплошной швов, да, и ты все их, все их являешь. За швы в искусстве. За швы в искусстве. За крепкие, но... У тебя чай есть. Да, черт, меня. За крепкие, но открытые швы в искусстве. Спасибо тебе.